Крымский фактор в современной геополитике. Для того, чтобы понять изнутри все преимущества и проблемы полуострова, его влияние на ситуацию в мире и при Черноморском регионе, на базе Российского института стратегических исследований в Севастополе создали Черноморский филиал информационно-аналитического центра. Накопленные к данному моменту опыт сотрудников РИСИ откроет перспективы в научной деятельности будущих экспертов и аналитиков о том, как создавалась новая экспертная площадка и о первых результатах ее деятельности в нашем следующем сюжете. Основная работа центра будет направлена на изучение взаимоотношений Крыма и причерноморских государств, а также политики НАТО и других организаций в отношении региона. Это все связано с вопросами национальной безопасности России и на этом, на крымском направлении. Это основная задача, анализ и выводы. Это немаловажно понимание именно той обстановки фактической, не той, которую преподносят с той или иной направленностью, а определенную независимую. Подобные центры – это уникальные площадки для международного экспертного сотрудничества. А благодаря такой кооперации есть возможность прийти к правильным решениям по многим вопросам. Это решения, которые касаются не только и не столько самого Крыма, именно в силу нашего статуса, статуса нашего полуострова. Это решения, которые имеют большое влияние и в целом на территорию Российской Федерации. Поэтому, конечно же, такие экспертные площадки нам нужны, и мы надеемся, что этот центр станет действительно центром принятия важных стратегических решений. А практика показала, что экспертное сообщество Крыма и Севастополя без дела сидеть не собирается. Едва Черноморский информационно-аналитический центр открылся, а как на его базе сразу провели международную конференцию, посвященную последствиям общекрымского референдума. Сербский политолог Никола Косович в своем докладе рассказал о взаимодействии балканских стран со странами Черноморского региона. Особенное внимание он уделил именно сотрудничеству с Россией и тем внешним силам, которые пытаются помешать этому процессу. Я верю в то и я надеюсь на то, что Россия сможет выдержать и что она сможет расширять свое влияние в Сербии и других государствах. Но для этого необходима прежде всего политическая воля в Кремле. Говорили и об Украине. Мнение экспертов тут сходится в одном. Страна-соседка с каждым днем все более и более разрушается изнутри. Причин масса. От политических и экономических до гуманитарных и моральных. Поэтому восстать из пепла, незалежное в прежнем виде, вряд ли сможет. По сути, страна умирает. Когда процесс закончится, это, конечно, сказать сложно. Процесс может быть длительным. Гниение, процесс гниения может быть очень длительным. Но страна умирает, к сожалению. Напомним, на территории полуострова в Симферополе уже есть Таврический информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований. Его открыли 14 апреля на базе Крымского федерального университета. Эдуард Здоров, Игорь Романенков. Время новостей. Севастополь.